Приветствую вас и отвечая на первый вопрос, почему он так делает, мне бы хотелось сказать, что мужчина, будучи разведенным, будучи отцом, отцом двух детей, а значит, по идее, несущий за них ответственность, несущего ответственность за своих детей, ваш мужчина просто-напросто искал развлечений. Так, по крайней мере, получается из того, что вы пишете. Почему именно так? Ну, вытекает это умозаключение из того положения, из того утверждения, что мужчина, который хочет быть с определенной женщиной, ну, он всегда найдет способ, всегда найдет средства для того, чтобы с ней быть. Почему? Потому что, условно говоря, любой мужчина, который уважает себя и который, что гораздо важнее, уважает свою, пусть и потенциальную женщину, он знает, что если женщине не уделять достаточно много внимания, то рано или поздно найдется тот, кто, собственно говоря, будет уделять ей столько внимания, сколько ей нужно. И если мужчина своей женщины дорожит, то он будет сам уделять ей столько внимания, чтобы у нее даже мыслей не было уйти от него куда-то. Но ваш мужчина сделал так, что вы, можно сказать, в течение долгого времени, ну, вообще говоря, просто-напросто маялись в надеждах, в невидении относительно того, есть ли у вас будущее, нет у вас будущего и так далее. То есть, мужчине вы нужны, вы были нужны, а возможно, вы и нужны ему до сих пор. В качестве, ну, скажем так, даже не то, чтобы развлечения, это было бы, наверное, слишком грубо сказано. Не то, чтобы развлечения, я бы сказал, что вы мужчине нужны в качестве отдушины для своей жизни. С вами он отдыхал, но он понимал, наверное, что серьезные отношения с вами ему, скорее всего, не путинут. Почему он так думал, сказать, конечно, нельзя. То есть, мы не знаем вашего мужчину, мы не знаем, какие у вас с ним отношения и вообще, но... Сам факт его поведения говорит за себя более чем-то скресноречиво. У него не было на вас сколько-нибудь серьезных планов. И поэтому в течение такого долгого времени он мог позволить себе вот так вот с вами себя вести. Это, конечно же, нехорошо, но, тем не менее, он это позволял. И он это позволял отчасти еще и потому, что вы сами этому не препятствуете. Да, вы можете сказать, что вы надеялись на то, что у вас все получится, вы надеялись на то, что будет что-то серьезное, я вас понимаю. Но, простите, в течение такого большого времени и найти возможности для встречи, это, мягко говоря, немножечко смешно. И поэтому, поэтому, не нужно здесь как-то слишком, знаете, сильно бурно, конечно, по возможности, я понимаю, что вам неприятно, но, тем не менее, постарайтесь. Не нужно слишком бурно реагировать на то, что случилось. Да, мужчина не серьезен, да, мужчина видит в вас только лишь средство для достижения своих целей, но это его субъективное восприятие вас. От того, что вы, например, будете предъявлять ему, скажем так, претензии, ничего не изменится. Я бы даже сказал, что наоборот, мужчина может более негативно реагировать на вас в таком случае. И чтобы этого не произошло, давайте мы с вами решим так, что человек достаточно ненесчатный, человеку тяжело, и он использовал вас. Далее, давайте бы ему было чуточку легче. Да, может быть, он на что-то надеялся там действительно, ну, может быть, он действительно надеялся там на что-то серьезное для вас, может быть. Но это было явно у него не в приоритетах. Это было у него явно не на первом месте. Далее, что вам делать? Вот этот вопрос, он на самом деле, на мой взгляд, самый такой, ну, не то чтобы сложный, он самый принципиальный. Понимаете, мы, мы, по крайней мере, я точно не считаю для себя возможным давать вам совет относительно того, что он вам делал. Почему? Потому что это непрофессионально, и вы, я думаю, сами, взрослый человек, дабы нести ответственность за свою жизнь. А если я вам дам совет какой-нибудь, например, скажу, вот, знаете, ждите его, или наоборот, бросайте его, ну, получится, что я беру ответственность за вас, за себя. Неправильно это. Ну, вот, серьезно, неправильно это. И, поэтому, я приглашу вам сделать так. Вы сами, после слов мужчины о том, что, вот, сегодня есть у него подруга, да, там, завтра нет у него подруги, и после того, как он вам два года обещал встретиться, но так вы и не встретились, оставите, пожалуйста, вот, после всего этого, вы ему верите, у вас, у самой, осталось ли к нему доверие, или нет? Потому что, если, видно, очень важно прислушаться именно вот к себе, именно как вот вы его сами вообще чувствуете, как вы сами его вообще воспринимаете. Если у вас доверие к нему нет, это, кстати говоря, нормально, что нет доверия к мужчине после всего того, что он сделал вам. А если доверия нет, то, значит, тогда о чем говорить? Тогда ничего, у вас с ним, понятное дело, не получится. Потому что без доверия невозможно построить ни одни нормальные отношения. Да, надеюсь, вы это понимаете сами. Ну, если вы считаете, что мужчина действительно имеет какие-то шансы, если вы считаете, что у мужчины действительно были серьезные обстоятельства для того, чтобы, например, не иметь возможности с вами встретиться, ну, тогда, что ж, опять-таки, понимаете, это ваш выбор. То есть, ваш выбор, дать ему еще один шанс. Как он этим шансом воспользуется, он это только гадат, потому что у него была возможность уже, и ни одна, кстати говоря, с вами встретится. Но он до сих пор этого не сделал. Захочет он сделать это еще раз, не захочет это лотерей. Если вы хотите ставить свою жизнь в зависимость от другого человека, это ваше право. Мы, по крайней мере я, не думаю, что имею полномочия вам высказывать право вы в чем-то или нет. Это было бы несправедливо. Как считаете нужным, так и поступаете. Но для начала прислушитесь к себе. Знаете, у женщин очень сильно развитая интуиция. Если вам ваша интуиция посоветует, порекомендует, если вы почувствуете, что то, что вам говорит она, интуиция, то, значит, действуйте именно так. Именно так. То есть, вот как она вам говорит, так и действуйте. Но будьте готовы к любым последствиям. Потому что последствия есть в любом развитии ситуации. Если вы не ждете, то гипотетически вы теряете возможность быть счастливой, возможность быть любимым человеком, который вам очень сильно понравился. Если вы ждете, то вы рискуете продать какое-то время, а потом делите потраченную времену. Вот вам нужно выбрать, что для вас ближе. Для этого я советую вам, вот именно то, что я могу вам посоветовать, побыть в уединении, дабы отгородиться от всех вообще возможных советов и принять то решение, которое подходит именно вам. И оно будет самым правильным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.